друзья всем привет я лена я катя и вы на нашем канале где сегодня мы решили просто болтать потому что горит мы очень хотим обсудить подружек к невеста я думаю вы тоже этого хотите хочет к невест вообще это легендарная какая-то личность просто он конечно очень много шуму надел не только своей музыкой но и своими высказываниями особенно в прошлом году многие какие-то статьи говорят о том что у него вообще обнаружили биполярку кто-то вообще говорит о том что у него шизофрения вообще-то они биполярка но вот именно вот эти конечно скачки эмоциональные которые присущи биполярного расстройства их можно проследить в общем мы не даем какого-то прямо оценочного суждения о том что у кайне с его ментальным здоровьем да об этом знает только сам кайне и возможно его окружение общество он замечается что все подружки к некоторые у него появляются так или иначе изменяют свой стиль в процессе отношений очень хотим обсудить вот несколько его подружек по которым очень явно заметно как отношения изменили их стиль и мы говорим сейчас скорее больше джулии фокс а ким картошьян и его последней жене собственно бьянки цензори самая яркая трансформация мне кажется произошла именно с ким да то как она вообще одевалась до отношений с каньи вестом гламур нулевых что-то такое еще с какой-то такой эротической ноткой вот это вот чуть-чуть такое разратненько и немножечко чуть совсем может быть это последствующий парис хилтон приложил ли он к этому свою руку непонятно но однозначно вот ходе этих отношений ким очень трансформировалась даже когда она получала премию за fashion инфлюенсерство да как самая стильная персона она в своей речи благодарила каяни за то что вот если бы не он то не сложился бы такой наверное ее стиль и не была бы она условно твои кто она есть сейчас после развода у них сложился какой-то match что они по отдельности друг от друга но выходили в супер похожих образов после развода как раз у ка не началась эта фишка что он везде начал закрывать лицо на концертах ким в то время с баленсиагой очень плотненько общалась и тоже выходи вот это все обтянуты с обтянутым лицом в черным красным цветом ну и всякие там другие легкие совпадения после расставания у него была череда каких-то подружек это моника корган блогер модель чейни джонс модель кэнди свинпул даже винтерия джулия фокс да и вот у него сейчас жена с которой они тайно обручились это вот пьянка цензоре ну начнем с джонни фокс просто если сравнить что было до конья что было после пас кажется они там встречались около двух месяцев вообще очень было всего лишь но какая трансформация а джули фокс вообще я никогда не знала она оказывается актриса она снималась в фильме не ограненные драгоценности своей подругой которая сейчас является ее стилистом это бриана андалор вот у них свой есть бренд франческа фокс инсайдеры пишут что когда начали встречаться лондон и инсайдер сообщает что когда кайни и джулия начали встречаться там была такая история они поехали на неделю мод кайни снял для джулии целый номер огромный в отеле завалил его различными шмотками супер-пупер мега модными подарил всем ее подружкам на день рождения сумку биркин на минутку сумку биркин да если вы вдруг вдруг не знаете эту сумку биркин это одна из самых дорогих сумок вообще ever и говорили многие что именно вот кайни повлиял значит на стиль джулии вот такими своими мощными подарками и манипуляциями в каком-то смысле но вот ее подруга которая сейчас является ее стилистом рассказывает что когда джулия начала встречаться с кайни их вдвоем то есть ее и джулию посетила идея модного челленджа чтобы ее вот но стилист шила ей каждый день новый наряд то есть 30 нарядов за 30 дней знаешь мне кажется еще когда вот такой челлендж продолжается практически каждый день одежда заканчивается где-то мне кажется да ткань заканчивается другие какие-то элементы одежды составные заканчиваются вот она однажды там вышла в галстуках вот наверное там все остатки которые были ты знаешь меня поражает ее любовь к дениму по всей видимости то есть дениму кожу латексу вот такой полноценный образ потом ей что-то надоело она видимо решила обрезать такая слишком длинно получилось потом ей еще больше надоело она еще короче все сделала уже даже брючина кончились из брючина на куртку кое-как пошила вот остались только ремни и все пришлось так и выходить а потом пошла тема что вот вся как бы повседневная одежда закончился с которой можно шить и перешли в наш в тайную комнату где-то в латекс на это красная комната пошла там поймешь в расход даже сама эта женщина и причем ты знаешь я сначала когда увидела этот образ я подумала что камни какие-то какая-то юбка или еще что-то они это вот у нее новая фишка мужские трусы а вот она была когда латок закончился пошли мужские трусы когда все в этой красной комнате все уже закончилось пошли в ход понимаешь презервативы ой боже мне кажется это просто катастрофа мне кажется это уже такой чисто вот хайп ради хайпа чтобы они не переставали говорить уже не знаешь чем удивить когда ты вступаешь на эту тропу апатажа очень опасно тебе нужно постоянно подкидывать что-то новое чем дальше тем более извращеннее больше эпатировать нужно это вот прям визуально неприятно просто это джулия фокс она вышла она как бы своя смысле экстравагантная своя в себе все все нормально следующий образ если бы фильм она снимали в модной тусовки чтобы вот там главные герои были бы не дети а такие фешионисты которые пошли что-то там искать кого-то и тут это тадо мне вообще это напомнило пьеро понимаешь ну просто так немножечко с гибица низким таким флером современная постановка просто у нас была окей мне очень понравился ее образ на понятифер вот с удушающим данном платье согласно это вот это вот это прям было все в тему и даже вот эти у нее макияж такое там вот эти черные стрелки но еще каял сделан красным как будто вот она реально задыхается и один из образов джулии который прям часто почему-то встречается на интернете он прям напоминает нам отсылает нас как будто бы ну понятно что не напрямую к образу новой жены кайне к янке цензори их образ когда они пошли в какой-то ресторан и на бьянке был только белый топ и серые спортивные леггинсы и как бы белый топ там он чисто там знаете формально находится миналь ничего ничего он там вообще не скрывает все показывает жена его бьянка но сначала она была естественно очень похожа на ким кардашьян просто формы до какой-то джинсор до типаж вот такой ким возможно кстати из-за того что я постоянно сравнивали с ким она изменила цвет волос не знаю с подачи ли канью или нет она подстригла волосы короткие вот эти белые волосы сейчас до трансформация очень ярко потому что если до этого можно найти фотки очень таких откровенных ярких нарядах да она подчеркивала свою сексуальность и женственность но очень похоже на ким кардашьян короче говоря то теперь до все ее образы это тоже конечно определенное подчеркивание фигуры она очень часто выходит в либо в каких-то очень коротких либо очень обтягивающих там юбках лосинах брюках до чего стоит только один их выход sky не когда они когда она была обтянута полностью капроновыми капронами не знаю колготками капоном но при этом это все-таки очень небрежные какие-то образы постапокалиптические но не вот в этом вот модном представлении а-ля голодных игр грязным до оставление почему мы вообще решили снять это видео к не так как ему якобы приписывают биполярку биполярки характерна вот это эмоциональная модель американских корок вот это подъемы хорошо все плохо все пони ухода спады когда вот такая эмоциональная модель присутствует в партнере ему очень хорошо подходит созависимый человек потому что созависимый человек он не то чтобы привык к модели американских город но ему эта модель необходима в отношениях вот эти эмоциональные качели они во-первых вот подогревают интересующих к жизни и к самим отношениям и к партнеру я на самом деле думала что вот ким кардашьян она такая наоборот типа self-made woman но вот проанализировав ее такую трансформацию возможно есть такой какой-то элемент созависимости от каньи вест опять-таки это гипотеза гипотеза ну и просто в дальнейшем что происходило с его подружками это вот то самое присоединение к его эмоциональным качелем которая выливается в то что девушки начинают следовать его с его стилю его каким-то рекомендациям предписанием что вот он и он их выделывает буквально вытачивает как не за скульптуру свою собственного произведения кайне улыбкой дизайнер вроде как тестит на своих подружках свои новые идеи какие-то перевоплощает их но это тоже не с каждым человеком все-таки пройдет такой фокус либо это как джулия фокс и видимо они поэтому так недолго про встречались потому что она вероятно личность тоже такая сильная не каждый выдержит по крайней мере столько внимания до такого активного да это был очень яркий такой союз очень так прикольно у него получилось наверное если действительно было такое поэкспериментировать с ней с ее стилем но потом они разошлись в интервью самой ким или она как-то в инстаграме у себя в соцсетях высказывалась что отчасти на их развод прям повлияло изменение состояния кайне удаление его каких-то симптомов проявлений ей стало очень тяжело это все выдерживает возможно это действительно так даже посмотрев просто вот эту годичную разницу между джулии фокс да или какой она была в этих там кратких отношениях с ним это все равно бы лучше такой яркий дерзкий стиль вот и латекс лаковая кожа стрелки да и теперь на бедную бьянку которая иногда если честно выглядит даже очень потерянный ну вот этот эпатаж который мы видим на последних подружках и жене каньи уэста этот эпатаж он не рождается просто так в том плане что для того чтобы родились такие экстра идеи такие экстра решения и должна быть определенная психическая организация вот должна быть вот это и импульсивность и креативность и это все на самом деле присущи не совсем стабильные психики вот если мы говорим про кани веста вот как раз таки биполярка в период мании нам просто горы сворачиваешь и самые невозможные идеи приходят особенно про идеи бога ну что он любит себя называть богом это кстати характерно любви полярки вообще есть такая книжка чазара ламбразо гениальности помешательства где он пишет про то что все гении да особенно творческие люди которых мы знаем писатель и художник и так далее они все по-любому по-любому по его мнению были либо шизоидами либо биполярщиками либо прям совсем шизофрениками чтим очень интересно она тоненькая маленькая прикольно почитать ребят мы просто этот обзор сделали для того чтобы просто как-то высказаться да по фанов ничего такого сверхъестественного сказать не хотели просто чтобы вы тоже как бы может быть с нами вместе поржали и прокомментировали что нибудь еще рассказали про эту пару или просто подружек к ней да мы надеемся что вы повеселились тоже вместе с нами вы пишите какие вам образы его подружек нравится больше всего это правда очень интересно спасибо что вы были с нами мы ждем ваши отзывы и комментарии всем пока пока пока